Ну, небольшое уточнение, это не рейтинг, это не рейтинг, это сбор данных, используя мобильное приложение, геолокации, автомобили. Если не ошибаюсь, мы там на 18 месте, вот, и есть хорошая новость заключается в том, что мы можем смело сказать, что есть города в Украине, которые и на 16 месте, но в то же время мы сегодня считаем, что мы делаем правильно, что с 15 года делаем основные акценты на развитие и улучшение общественного транспорта и на реорганизацию уличной дорожной инфраструктуры. Поэтому для нас это не является новостью, как и для всех жителей города, что в городе пробки, поэтому мы в прошлом году приняли новую концепцию по паркованию, в этом году мы планируем сделать еще одни очередные шаги в сторону приоритетности общественного транспорта. Ну, и таким образом, я думаю, что уличная дорожная ситуация в городе будет лучше. Но я сразу хочу сказать, что вот уже в Фейсбуке многие эксперты пишут, что нужно расширять дороги, делать другие мероприятия. Я могу совершенно ответственно сказать, что ни в одном стране мира расширение дорог не решило вопрос с пробками. Мы должны создавать нормальную альтернативу личному транспорту, как я уже говорил, развивать общественный транспорт, развивать парковочное пространство и создавать в том числе пешеходные зоны и велодрожки. И это мы делали, делаем, я убежден, что в 2020 году у нас также будет о чем рассказать вам. Какие-то конкретные есть планы на транспорте? Мы будем говорить, это когда будем отчитываться, наверное, и о планах поговорим, да? Ну, я думаю, что в ближайшие, там, в течение двух месяцев мы уже покажем не только планы, но и конкретные результаты, да. Спасибо. Мы все равно говорили о том, что будет выделена трава по Пантелеймоновской, Старопаркованковской, Пушкинской. Есть ли какие-то сроки вот этого проекта и запреты паркования на Пушкинской, по-моему, от Большой Арнаутской? Я уточню. Первое. Значит, сейчас департаментом отрабатывается возможность выделения трамвайных путей от транспорта. Это касается не только отработки вариантов по Пантелеймоновской, но и по другим улицам. Мы это и сейчас делаем. Скажу больше, сегодня в два часа сотрудниками департамента транспорта вместе с коллегами с УДХ, с Горсвета и с Северного РЭС будет сделан выезд на Николаевскую группу. Также для того, чтобы изучить вопрос по организации выделенных полос. То есть у нас сегодня есть ряд мероприятий, которые мы делаем. Делали бы независимость от того, на каком месте и в рейтинге. Потому что это в любом случае корректные цифры. Мы понимаем их и мы знаем, что с этим делать. Просто люди часто так бывают, что на аппарат приходят озвучивают, но без сроков. Поэтому интересный срок. На аппаратном совещании было озвучено, чтобы мы отработали эти вопросы. Поэтому мы отрабатываем, как я уже сказал, не только по Телемоновскому, мы также смотрим по Решилевской и по другим улицам. По поводу Пушкинской был вопрос. Действительно, такое предложение позвучало в виде у департамента транспорта. Сейчас мы готовим схемы об изменении организации дорожного движения и запрете стоянки транспорта на первых двух, как мы говорили, перекрестках до Большой Арнаутской. Как только мы эти схемы согласуем и будет уже возможность нанесения новой разметки, мы это уже сделаем, о чем заранее предупредим жителей города. Спасибо. То есть по Телемоновской до реконструкции, возможно, может быть, выделены какие-то образы или нет? Мы сейчас, в моем понимании, я должен говорить ответственно. То есть мы сейчас смотрим замеры расстояния от толотна до бордюра и так далее, и так далее. Ребята, это работа. Это да. Это да. Это что-то будет, мы все сами. А если по трассе Север-Югу, которая у нас трамвайная, будет выделяться линия или нет? Как это просто выражается? По Север-Югу у нас есть один из моментов, который мы отрабатывали с экспертом Мирового банка. Это выделение на улице Преображенской. Но проблема заключается в том, что там, скажем так, очень серьезный жилой сектор и очень много организаций. И поэтому вот мы сегодня рассматриваем, то есть выделение по Решильевской, извините, по Преображенска, оно имеет как позитивные стороны, потому что выделенная полоса для трамвай, но и сложности. Потому что для автомобилей фактически один ряд и один брошенный автомобиль остановит полностью движение по Преображенской. Поэтому мы должны думать, есть ли у нас ресурс, эвакуация, полиция и так далее, для того, чтобы это все... Ну, мы отрабатываем, я думаю, что у нас будут когда более точные данные, мы уже...